Всем привет! Такая штука как хорошая мощная зарядка не помешает в любом доме, особенно если у вас ноутбук либо планшет заряжается от USB Type-C. У меня такого ноута нет, но зарядку мне на обзор прислали. Мощность ее составляет 100 ватт. Сделана на основе нитридогалия с двумя выходами USB Type-C и она способна зарядить любое ваше устройство независимо, это будет телефон или ноутбук. Сама по себе мощность в 100 ватт не так велика как кажется и подобных зарядных устройств вагон и маленькая тележка, но вот когда заходит речь о возможности выдачи такой мощности на один порт, их сразу становится заметно меньше. В список поддерживаемых протоколов входит Quick Charge и PD, это Power Delivery. Если использовать один выход, то зарядное устройство выдает нам всю заявленную мощность, но когда подключить два мощных гаджета, то просадка будет только на 20 вольтах, что очень круто. И она будет выдавать в два раза меньше ампеража, по 2,25 ампера, но при 5, 9, 12 и 15 вольтах изменений не будет и также останется 3 ампера при двух занятых разъемах. Само устройство сделано из матового пластика, имеет очень скромные размеры как для своей мощности и выглядит современно. Если сравнивать его по размерам с моим старым зарядным от Орико на 4 разъема, то сразу становится видно, что гаджет меньше в размерах и по мощности в 3 раза лучше. Зарядник от Орико выдает 30 ватт максимально, а сегодняшний обозреваемый соточку. Перейдем к тестам. В описании под видео будут ссылки на две статьи с полными тестами этого устройства, так как у меня 100 ваттного блока нагрузки нет в наличии. Но до 35 ватт я все-таки смог протестировать. Ну и теперь переходим к тестам. Ну и еще что хочу сказать. На самом деле очень удобный блок питания, он очень маленький, если его сравнить с другими блоками питания к вашим ноутбукам. Например, вот если вы смотрите через ноутбук, сравните. Вот мой блок питания, этот к ноутбуку, который будет заряжаться по Type-C и сравните ваш. Ну, разница очевидна ваш больше, я уверен. И так, у нас есть два разъема PD и будем проверять через вот такой вот OTG-переходник. Смотрите, нюанс в том, что у меня блок нагрузки 35 ваттный, а это блок зарядки 100 ваттный. То есть, извиняйте, полностью проверить его я не смогу за неимением нужного блока нагрузки. Ну, а я приложу скрины, на скринах возьму скрины у ребят, которые делали полностью нагрузку до 100 ватт. И покажу вам. Итак, у нас при 5 вольтах должно быть 3 ампера. Смотрим. Нагружаем до 3 ампер. Например, у нас будут такие небольшие отклонения на 10 вольта. То есть, если у нас, например, 4 и 8 ампера, вернее вольта, то я буду считать, что это 5 вольт. Потому что есть такая фишка, как статистическое отклонение. Итак, видим, при 4 и 8 вольта, то есть, грубо говоря, при 5 вольтах, у нас 3 ампера выдает. Ну и посмотрим, сколько нас выдает еще до полной просадки. До максимальной просадки, скажем так. Смотрите. Вот, 3. Вот, то есть, после 3,5 ампера уже идет максимальная просадка. После 3,5 ампера у нас вольтаж уже, вот видите, 3,7 и вольтаж уже конкретно просел. То есть, грубо говоря, можно считать, что до 3,3 ампер вольтаж у нас нормальный. Почти 5 вольт. То есть, в принципе, как заявляется, но я хочу вам показать, смотрите, у нас почти сразу вольтаж падает. Он изначально пятерочку ровно, потом мы вот совсем небольшую нагрузку ему дали, вольтаж просел. То есть, это я, грубо говоря, буду считать, как за статистическую ошибку. Итак, 5 вольт мы проверили. Допустим, есть. Ставим на 10 вольт. Или 7, 10. Так, ну поставилось на 12 сразу. Проверим 12. При 12 вольтах у нас тоже должно быть 3 ампера. Итак, смотрим. Сразу же пошла просадка по вольтажу. Это, опять же, в нашей ситуации будет нормально. И смотрим. Вот, мы видим, что у нас уже показалось, что это уже больше 35 ватт нагрузка пошла. Но я думаю, что мы прям впритык доведем и проверим. Ну, я думаю, сомневаться тут нечему. Если нам показало 2,93 ампера. То есть, могу с уверенностью заявить, что при 12 вольтах, 3 ампера, он держит. Вернее, не держит, а выдает. Все. Все. У нас блок уходит в защиту. Окей. Давайте еще посмотрим при 9 вольтах. Ну, я уверен, 3 ампера также держать будет. Опять же, пошла вот просадка у нас небольшая. Ну, это ничего категорически такого не страшно. И давайте еще посмотрим, когда у нас вольтаж рухнет. Вот. У нас рухнул вольтаж при 3,3 в общем. Вот. Ну, короче, при 3,45 амперах у нас вольтаж падает капитально. В общем, грубо говоря, 9 вольт, 3 ампера у нас блок выдает. Что могу подытожить. Зарядник очень хорошо собран и в нынешнее время является одним из лучших зарядных устройств с двумя портами и с такой мощностью. Порты которого способны выдавать по 45 ватт с каждого порта одновременно и 100 ватт с одного порта. Так что берите на заметку, если вам нужно такое зарядное устройство. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки и писать комментарий, как вам сегодняшний гаджет и пригодился ли он вам. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Дальше будет много интересного и полезного. Пока-пока, до скорого!